приветствую вас друзья сегодня у нас такая интересная тема преступник это романтик или негодяй учитывая что общество сто процентов разделиться и в комментариях будет написано категорично нет преступник это сволочь скотина нехороший человек а другой напишет да это джентльмен удачи в этом что-то романтическое есть и мы с вами сегодня будем с этим разбираться итак поехали а вначале маленькая заметочка все кто нас просит прокомментировать какой-то фильм вы можете спокойно подписаться на бусти и там вы выберете любой фильм проголосуете и я его прокомментирую там есть антикиллер там есть рэкетир а также там есть фильм последний которым обозревали по вашим просьбам мама не горюй и так давайте разбираться почему общество всегда по-разному относилась преступником и если взять даже самые древние времена когда преступники тоже были давайте возьмем наверное самое такое интересное время где нам часто показывают в кино этих храбрых парней которые назывались пиратами какая-то борода там капитан рэ там и так далее там кучу было известных личностей которые даже ухитрялись договариваться с некоторыми государствами о сотрудничестве но все большинстве закончили на виселице либо погибли в частых сражениях которых они участвовали почему эти люди цель которых было грабить убивать топить корабли вдруг вызывали такие эмоции но потому что наверное жизнь была она интересная они могли свободно плавать под парусами пользоваться оружием при этом когда брался какой-то корабль на абордаж они еще очень хорошо финансово пополняли свой бюджет было все по справедливости какая-то часть отдавалась капитану какая-то часть делилась меж собой а какая-то часть шла на помощь инвалидам то есть кто-то пострадал оторвало руку ногу выбили глаз тоже шло этим людям как за повышенный коэффициент опасности что касается меня как вы уже знаете я человек бывалый я когда сел 18 лет одно дело ты смотрел по фильмам и делал какие-то выводы но всегда было интересно да когда ты смотришь белое солнце в пустыне но почему-то мне нравился абдулла не знаю почему мне его позиция казалась правильной и фразы у него были хорошие да слушай зачем ты тут что-то думаешь зачем ты что-то говоришь у тебя есть до руки ноги возьми нож возьми коня и возьми все что тебе нужно это ну как бы такой понятный правильный подход потому что если вдруг идешь правильным путем ты должен долго долго работать заниматься всякой хренью и потом может быть ты сможешь чего-то себе позволить здесь рискнул если у тебя все получилось все что ты мечтал у тебя может быть ну в зависимости от твоих умственных ну и физических способностей поэтому это такая я бы так сказал лотерея как в казино чаще всего ты можешь проиграть но если ты выигрываешь ты получаешь все то что хотел а это для молодого человека всегда очень важно тем более еще раз говорю особенно привлекает этот я бы так сказал флер тюремной жизни ты понимал что где-то в этой стране существует какое-то зазеркалье где люди живут по другим законам у них другие взаимоотношения они по-своему смотрят на мир у них определенное правило часть населения может это осуждать а часть на это смотрят с любопытством либо с восхищением почему люди вроде бы не обладающие никакими данными вроде бы у них нет какой-то огромной физической силы могут вытворять такие вещи ставить на место огромной массы людей но при этом при всем вроде бы ничем из этого не выделяется откуда такой может быть стержень в этих щуплых и я бы так сказал не сильно молодых рецидивистов поэтому если мы говорим о юности и о молодом человеке романтика конечно присутствует только потом когда человек по каким-то причинам попадает места не столь отдаленную у него на это уже свое впечатление и свое мнение могу сказать про себя я на третьей ходке на строгом режиме уже поменял свои взгляды мне некоторые вещи которые вызывали у меня любопытство и интерес я бы так сказал померкли в своем значении то есть этого блеска этой романтики конечно уже не было была суровая правда жизни довольно специфических взаимоотношений потеряешь здоровье и причем можно потерять вот так вот по щелчку пальца оказавшись в ненужном месте в ненужное время плюс эта тюремная система построена на том чтобы пить из тебя все соки и давать тебе понять что против администрации против режима идти не имеет смысла многие считают что у нас там понятия очень хорошо соответствует офицерской чести все это большая огромная хрень общество которое находится в ограниченном пространстве должно как-то регулироваться и если этот регулятор не находится внутри а извне он скорее всего не приживется иначе бы все следовали правильном администрации утром подъем зарядка там завтрак поход столовой потом на работу это как правило профессиональные преступники и они выстроили свое отношение к этой жизни это соответственно полное противопоставление себя власти причем любой они не получали паспорта они не зависели от политического строя его задача украсть поделиться с ближним который попал в неприятность загреть своих друганов которые сидят в лагере а также какую-то часть которая остается прогулять пропить проект проиграть потому что все прекрасно понимали что жизнь преступника она недолгая точнее бы так сказал она яркая но чаще всего недолгая поскольку ну как вы все знаете есть довольно такие серьезные взрослые дядечки которые доживали до 70 до 60 а некоторые до 90 но это единицы которые прошли свой сложный путь отсидев не один десяток лет могли себе позволить такую вещь как умереть старости обычно они погибали все в тюрьме но мир меняется сейчас немножко к этому другое отношение больше такое что это дураки сидят в тюрьме а умные люди делают дела хотя изначально когда человек решал что он будет профессиональным преступником его отношение к тюрьме как к дому родному и этот человек кто попадал в тюрьму и являлся профессионалом своего дела он совершенно спокойно находил общий язык с другими сокамерниками неважно какой город неважно какой регион в тюрьме сидят такие же люди 90 процентов людей которые сейчас сидят в лагерях и в тюрьмах это не профессиональные преступники чек который оступился теперь коснемся а почему общество жалеет преступников а точнее людей которых осудили на разные сроки и здесь наверное будет самый главный ответ простой в любом государстве в любых книжках которые мы с вами читали с детства давайте возьмем мушкетеры граф монте-кристо фильмы про петровку 38 белое солнце пустыни и сейчас современной который мы с вами обозреваем антикильер и китир и так далее есть огромное сострадание к людям которые идут поперек режима потому что в любом обществе есть огромное количество людей которые ненавидят это государство в котором они живут они к нему имеют чаще всего справедливые претензии причем это любая страна любой режим потому что и мы возьмем с вами любой регион в нем всегда будут недовольные люди властью это нормальное явление кто-то скажет герман ты перегибаешь нет давайте возьмем сказки которые сейчас иногда ну как бы нам показывают по телевизору либо сделали из них мультики плюс еще можно вспомнить такую известную да там на историю как робин гуд они назывались вольные стрелки про них сняты фильмы и причем неоднократные в разных странах так вот давайте теперь разбираться разбойник это хорошо или плохо учитывая что как бы все равно мнение разделятся и в комментариях я думаю тоже на самом деле хорошо романтика присутствует до присутствует но это хорошо для тех кто хотя бы примерно понимает какая истории про кого если человек несправедливо обижен кем-то естественно он вызывает положительные эмоции и ты начинаешь сочувствовать если это какой-то негодяй то всю свою жизнь грабил убивал резал ну и причинял огромное беспокойство окружающим то есть есть он вызывать никакого уважения не будет поэтому всегда будем разделять есть люди разные как и на свободе так и в тюрьме некоторые естественно достойны сочувствия некоторые нет почему романтика игры присутствует потому что еще раз говорю для молодого человека это целый мир который он не знает из этого мира приходят разные слухи и до сих пор большинство поскольку мы проводим стримы до сих пор даже примерно не понимает что там интересно что не интересно почему есть разные касты как в индии более того у нас регулярно выходят фильмы которые этот интерес подогревает где в принципе это так посмотришь думаешь что только плюнуть можно потому что на самом деле все это намного сложнее ну чем это показано но по телевизору поэтому регулярные комментируем фильмы поэтому что хотелось бы сказать в конце и прорезюмировать наш такой довольно интересный ролик присутствует романтика до присутствует для кого-то подольше для кого-то поменьше зависимости от того какое положение человек занимает преступной иерархии и также в зависимости того насколько удачно ли у него неудачно у него складывается его жизнь преступном мире потому что это очень важно для настроения для здоровья а также для того чтобы понять надо оно тебе или не надо момент следующий негодяями является преступники какая-то часть тоже является я видел своими глазами как люди опускаются до дна совершенно прям вот по независимым от тебя обстоятельствам просто он на себя плюет в этот момент то есть трудности которые на него наваливается он переварить не может и он плюет на себя и на жизнь которая происходит и занимается уже черти чем оставайтесь людьми оставайтесь человеком и помните если вы что-то выдержали это вам зачет если вы прошли какие-то испытания и вышли из них ну я бы сказал не победителем с минимальными потерями и сохранили свое доброе имя то это уже огромный плюс вы хотя бы примерно можете понимать что вы можете от себя ожидать когда наступит какая-то критическая ситуация то есть это проверка поэтому желаю вам не попадать в такие ситуации выходить из разных критических ситуаций победителем а с вами был герман всем пока не забывайте подписываться ставить лайки а